Всем привет! Приготовим сегодня очень вкусно куриную печень. Таким способом можно приготовить и говяжью печень, но куриная получается более нежной. Печень, приготовленная таким способом, получается очень вкусная, очень нежная и не сухая. Оставайтесь со мной. Печень промываем. У меня она не сильно крупная, поэтому я ее разрезаю вот так вот пополам, на две части. Все, что посчитаете ненужным, вот эти жилки, их можно срезать. Кусочки печени отправляем в миску и заливаем молоком или водой, в зависимости от того, что у вас есть. Но вода есть всегда, молоко может быть не всегда в наличии. Вот так. И перемешиваем. В таком виде оставляем печень постоять на столе минут на 20. Ну а вы тем временем можете заглянуть в описание под видео и найти там количество продуктов. По истечению времени откидываем печень на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. Лишняя влага нам в этом рецепте не нужна. Ну а далее добавляем один компонент, который, скорее всего, мало кто из вас использует. Я добавляю сахар в печень, причем добавляю его до того, как отправляю печень на сковороду. При этом ее не солим. Добавляю сахара немного. Как ни странно, именно этот компонент придаст блюду нужную консистенцию. Печень в итоге получится мягкой. И из нее уйдет горьковатый вкус, если таковой имеется. Самое главное, с сахаром не переборщить. Далее, для удобства, в мешочек отправляем 2 столовые ложки муки с горкой. И сюда же мы будем выкладывать печень сразу же всю. Вот так. Теперь тщательно потрясем вот так в мешочек, чтобы каждый кусочек печени обвалялся в муке. При этом и руки останутся чистыми. Можно обвалять печень непорционно, кому как удобно. Далее в сковороде разогреваем небольшое количество растительного масла. Выкладываем печень в один слой. Я буду, скорее всего, обжаривать в 2 захода. Обжариваем на среднем огне примерно по 4 минуты с каждой стороны. Можно прикрыть крышкой, но не плотно. Прикрываю крышкой, чтобы не стреляла. Спустя 4 минуты переворачиваем печень на другую сторону. Вот, посмотрите, она уже слегка подрумянилась. Вот так. И еще 4-5 минут доводим ее до готовности. Огонь не сильный. У меня 6 делений на плите. Обжариваю сейчас на троечке. Ну вот, еще спустя 4 минуты вот так себя чувствует печень на сковороде. Она подрумянилась с двух сторон. Все, снимаем. Выкладываем на тарелочку. И будем обжаривать вторую партию. И еще немаловажный момент. Солится печень по окончании готовки. Потому что соль вытягивает все, так сказать, соки, влагу. Поэтому вот сейчас подсаливаем и подаем. Можно поперчить по желанию. Но мы будем подавать соусом. Давайте посмотрим, какая печень получилась внутри. Мягенькая. Посмотрите, какая мягкая, нежная. Вы знаете, как очень вкусная. Берете соус. Рецепт соуса, кстати, есть на нашем канале. Обмакивайте печень и наслаждайтесь. Еще один способ приготовления печени в вашу копилочку. Получается она очень вкусная, очень нежная, сочная. Подавать ее можно с любым гарниром. Можно подавать ее с овощами. Можно с овощным салатом. А можно, как мы, с соусом. Получается очень вкусно. Всем-всем рекомендую приготовить. Тем более, что готовится все быстро и просто. И желаю приятного аппетита. Пока!